Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Продолжаю проект Камчатка день за днём. Сегодня мы посмотрим, что писали камчатские газеты в период с 14 по 20 января в разные годы. Напоминаю, что раз в неделю я показываю ролик Камчатка день за днём. Приступим к нашим играм. Камчатская правда. 1936 год. 14 день января. Заметка Аэросани в ожидании горючего. 205 километров от Большерецка до Соболева трое Аэросаней покрыли в 375 ходовых минут. Из них путь от Большерецка до Митоги 35 километров за один час. Митога Кихчик 40 километров за один час 10 минут. Кихчик Пымта 28 километров 1 час 10 минут. И, наконец, Пымта Соболева 99 километров за 2 часа 55 минут. Аэросаням предстоит покрыть. Ещё 600 километров до Тегеля, пишет Камчатская правда. Но выйти в рейс они не могут из-за отсутствия горючего. Надежда на Соболева не оправдалась. Отряд Аэросаней вынужден был отправить одни Аэросани в Кихчик за горючим. В случае его недостачи и там сани пойдут в Большерецк. В пути следования выяснилось, пишет газета, что моторы установлены неправильно. Стоянка в Соболево используется для перестановки моторов с одних саней на другие. На это придётся потратить не меньше двух дней. Окончание перестановки моторов совпадёт с доставкой горючего. Сегодня в Большерецк из Микоеновского комбината прибывают четвёртые Аэросани для следования до Метоги. В дальнейшем эти Аэросани будут курсировать на участке Большерецк-Метога. Возможно, путь будет протянут до Кихчика. Из всех упомянутых населённых пунктов сегодня остались только Большерецк и Соболево. Нет больше пымты, нет больше Метоги, нет больше Кихчика. Это Камчатская правда. 14 день января 1936 года. День следующий. Газета «Большевицкий путь», выходящая в Усть-Камчатске. Выходившая в Усть-Камчатске. 14 января 1942 года. Под общим заголовком «Дадим фронту больше пушнины» газета публикует несколько заметок. Охотник села Нижний Камчатск Мутовин выполнил задание четвёртого квартала по добыче пушнины. При плане сдать пушнины на 1870 рублей, он сдал на 3600 рублей. Товарищ Мутовин добыл 10 соболей, 3 выдры, 4 горностая, 1 медведя. Вторая заметка. На 2500 рублей. Охотник того же села Петров при плане сдать пушнины за четвёртый квартал на 1700 рублей, сдал на 2500 рублей. Он добыл 3 соболя, 2 лисы, 1 горностая, 2 выдры. На 3000 рублей. 70-летний охотник села Козыревск Чуркин сдал пушнины на 3000 рублей, против задания в 300 рублей. Опять вернёмся к Камчатской правде. Год 1950, 15-й день января. Многодетная мать, активная общественница. Алиутка, Евлампея Игнативна Степнова, 11 лет заведовала детскими яслями в селе Никольском, а с 43-го года бессменный председатель сельского совета. Она активная общественница. В прошлом году товарищ Степнова аккуратно посещала политшколу и закончила изучение краткой биографии товарища Сталина. Она является постоянным читателем сельской библиотеки. У Ябланки и Игнативны 9 детей, в том числе один приёмный ребёнок. Занятая большой работой в местном совете, многодетная мать всё же уделяет много внимания воспитанию своих детей. Две её дочери, Ксения и Валентина, окончив медицинскую школу, работают в больницах на Командорских островах. Один её сын овладел специальностью слесаря, второй промысловик на пушного зверя. Четверо ребят учатся в семилетней школе. И в этом же номере Камчатской правды от 15 января 50-го года сообщается, что во время зимних каникул 17 учащихся Ассорской неполной средней школы под руководителем преподавателя физкультуры товарища Коробова совершили лыжный переход Ассора-Карага. Во время перехода ребята дали концерт, на котором присутствовало много жителей села Карага. Ассора – это административный центр Карагинского района. Карага – небольшое Карегское село, расположенное, если я не путаю, где-то километрах в 15 от Ассоры. И вновь Камчатская правда. Год 52-й прошлого века. 16-й день января. Под общей рубрикой «Подготовка к путине» газета пишет, что готовят штормоустойчивая невода – опала. В путину прошлого года в опалинском комбинате эксплуатировалось несколько штормоустойчивых неводов системы инженера товарища Калиновского. Опалинцы убедились, что они имеют большое преимущество перед простыми промысловыми неводами. В эту путину в опале решили выставить только новые орудия лова. Сейчас на всех рыбозаводах идет пошивка штормоустойчивых неводов. Уже подготовлено много ловушек, звеньев крыла. Готовят оттяжки, под якорники и другие детали невода. С этой успешной работой успешно справляются бригады товарищей Горбушкина, Егорова, Гаврилова, Нежинцева. Следующая заметка. Консервный завод отремонтирован. Коллектив консервного завода номер 62 Жупановского рыбокомбината полностью подготовился к выработке закусочных консервов. Здесь отремонтированы механизмы, стены цехов обшиты тесом. Села Шупаново, кстати, тоже уже давно нет. Оно закрылось в середине 70-х годов века минувшего. Но это не точно. Теперь отвлечемся от газет и приступим к чтению документа. Этот документ – обязательное постановление Камчатского губернского революционного комитета от 17 января 1923 года, номер 300. И называется оно «О воспрещении торговли, ввоза всякого рода спиртных напитков, выгонки, самогонки и других суррогатов». Первое. Воспрещается ввоз в пределы Камчатской губернии спирта, вин и прочих, содержащих алкоголь напитков, а также торговля ими. Второе. Воспрещается выгонка самогонки и продажа сули, браги и других одуряющих суррогатов, а также производства приспособлений, аппаратов для выработки этих продуктов. Третье. Все имеющиеся в пределах губернии запасы, а также ввозимые спиртные напитки и всякого рода аппараты винокурения, подлежат конфискации. Четвертое. Все лица, улеченные в обвозе спиртных напитков и других суррогатов алкоголя, подвергаются. В первый раз денежному взысканию от 300 до 1000 рублей золотом или тюремному заключению от 3 до 6 месяцев с принудительными работами. Во второй раз денежному взысканию от 1000 до 10 тысяч рублей золотом или предании суду по статьям 97 и 140 Уголовного кодекса РСФСР. Напомню, молодежи, РСФСР расшифровывается как Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Это незаконное геополитическое формирование в рамках так называемого Союза Советских Социалистических Республик. Пятое. Все лица, улеченные в продаже спиртных напитков и спиртосодержащих веществ, подвергаются в первый раз денежному взысканию от 300 до 1000 рублей золотом или тюремному заключению от 3 до 6 месяцев с принудительными работами. Во второй раз денежному взысканию от 1000 до 10 тысяч рублей золотом или предании суду по статье 139 Уголовного кодекса РСФСР. Фу. Много всяких гомоцетий. Шестое. Лица, улеченные в выгонке самогонки, браги и других суррогатов и занимающихся производством аппаратов и других приспособлений для выгонки спирта, содержащих веществ, подвергаются в первый раз. Денежному взысканию от 100 до 400 рублей золотом, тюремному заключению от 2 до 4 месяцев с исполнением принудительных работ. Второй раз денежному взысканию от 500 до 1000 рублей золотом или предании суду по статье 40 Уголовного кодекса РСФСР. Седьмое. Все лица, появившиеся в общественных местах и на улице в пьяном виде, будут подвергаться в первый раз денежному взысканию от 25 рублей золотом или принудительным работам от 10 до 20 дней. При проявлении же во второй раз в пьяном виде будут преданы суду. Подписали это обязательное постановление председатель Губревкома Савченко, члены Губревкома Вольской, Щербаков Богомолов и Крущина, заведующий отделом юстиции Пересвет Салтан и секретарь Губревкома Ларичев. Вот тут, кстати, я с большевистским постановлением не согласиться не могу. Более того, мне бы хотелось, чтобы на территории нынешней Ресурсной Федерации был введен строжайший сухой закон в части алкоголя, табачных изделий и прочих наркотиков. Потому что я знаю, кто споил Россию, кто виноват и что делать. С такими вещами играть нельзя. Камчатская правда. 18 день января 1936 года прошлого века. Заметка. За 18 дней годовой план. Бригадир охотничьей бригады села Кихчик, комсомолец Виктор Кривогорницин добыл за 18 дней охоты 11 лисиц, 2 росомахи и 2 выдры. Годовой план перевыполнен на 30%. От зари до зари Виктор на лыжах выслеживает зверя. День на промысле у него загружен до отказа. Оружие, капканы всегда в исправности. Кривогорницин гордость своих односельчан. Летом, будучи бригадиром ловецкой бригады, он перевыполнил план сдачи рыбы государства на 37%. Бригада Кривогорницина продолжает пушной промысел. 19 января 1941 года газета «Камчатский комсомолец». Да-да, она выходила не столько с 1957 года, она выходила с 30-х годов. Потом был длительный перерыв. Так вот, газета сообщает, что в клубе Акостроя проходило совещание работников в рыбной промышленности Камчатки. Там присутствовали стахановцы и директора комбинатов. Совещание засушило доклад заместителя начальника треста АКО. АКО – это акционерное Камчатское общество. Товарища Дедкова об итогах Путины 1940 года и хода подготовки к Путине 1941 года. В Путину 1940 года, говорит товарищ Дедков, рыбные комбинаты Камчатки работали плохо. Вместо плана в 1 миллион 77 тысяч центнеров рыбы фактически выловлено 802 тысячи, или 74,5% плана. Выход готовой продукции должен был составить 644 тысячи 240 центнеров. Фактически же выход – 496 тысяч центнеров, или 64,5%. План выработки рыбных консервов выполнен только на 59%, крабовых консервов на 22,3%. Ну и последний день, который мы сегодня рассмотрим – это 20 января. Год 73-й, газета «Камчатская правда». Валерий Трофимович Кравченко, нынешний почетный гражданин Петра Павловска и заслуженный артист России, а тогда еще он был преподавателем музучилища, пишет заметку с концертом по селам. В музыкальном училище каникулы, но тот не музыкант, кто не стремится каждую свободную минуту посвятить музыке. И вот уже пробираются по заснеженным проселочным дорогам два музыкальных автобуса. В одном разместился ансамбль народных инструментов, руководимый Вячеславом Федоровичем Быстрениным, и постоянная солистка ансамбля – преподаватель училища Ирина Васильевна Шаульская. Из другого несутся веселые голоса агитбригадовцев. «Первый концерт – в ночиках для отдыхающих и сотрудников санатория», – пишет Валерий Кравченко. Затем музыканта примут труженики Маховского совхоза, Корякского птицесовхоза, жители поселков Сокач, Коряки и других. Как артистов, так и зрителей ждут незабываемые и неожиданные встречи. Та же самая «Камчатская правда» в тот же день, 20 января 1973 года, сообщает, что в последний месяц ушедшего года, то есть 1972 года, Соболевские строители преподнесли школьникам районного села подарок новое трехэтажное здание школы. Новое школьное здание соединено теплым проходом со старым, тоже трехэтажным зданием. Таким образом, Соболевская средняя школа выросла больше, чем в два раза. Это дало возможность 430 сельским ребятишкам учиться в одну смену. О преимуществах такой системы обучения рассказывать не надо. Они общеизвестны, пишет «Камчатская правда». Это был выпуск «Камчатка. День за днем», рассказывающий о том, что проходило на полуострове. И, боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Но это еще не конец. Я ведь все-таки культуртрейгер. Несу вам разумное, доброе, вечное, без которого вы жить не можете. Поэтому опять продолжим чтение стихов. Эту книгу я уже показывал в одном из своих влогов. Это выпущенное в 1934 году в Москве Товариществом московских писателей издание Ильи Сельвинского «Тихоокеанские стихи». Стихотворение «Друг ламутского народа». В этих долинах, в этих лесах Белка еще зовется Ясак. Русской, прибыв на туземный пост, Носит старинное имя – Пес. Тут среди чада красных костров с глазами, Похожими на апостров, Среди трахомы и ламоты Живет народ – ламуты. Однажды пришел на коне человек, Много веселых русских человек. И были они все, как один. Каждый к ламутам в гости ходил, Ямы копал, забивал пол, Ставил леса для больниц и школ. Он будто пришел для детской игры, Не грабил у них ни мехов, Ни икры, Олених ножек не прятал в куль, Не звал замужних поспать в кукуль. С молодыми плясал, Со старухами ел, О красной армии песни пел. Был царский год и японский год, Но видит впервой ламутский народ, Вот пришел настоящий гость. Ладон настоящий, хороший гость. Ни раб его, ни начальник его, Не нужно ему от них ничего. Из глаза его смотрит ласковый свет, За его плечом вырастает совет. Такой есть совет, где много людей, Таких, как эти чудных людей, И стали друг другу ламуты шептать, Чтоб ружки с шабаками не наживать. В стране, где нет феодальных регалий, Где пулеметы орлов обрыгали, Где львам на щитах не собрать горба, Я ношу выше баронской короны Звончик герцогского герба, Революционный, багрянародный Титул друга ламутского народа. Илья Сельвинский, Эсса, Ламутский нацрайон, Камчатка. Так автор указывает место Написание стихотворения. Тихоокеанские стихи, Издательство московских писателей, 1934 год. Теперь, как вы уже привыкли, Ставьте лайки, Если вам нравится слушать стихи, И узнавать, что происходило на полуострове День за днем. Пишите комментарии. И, пожалуйста, выполните вот эти вот Рекомендации в правом нижнем углу кадра. До свидания.